Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, началась новая неделя. И сегодня говорим о основных тенденциях и событиях, которые она ожидает. В гостях у меня Александр Дорожкин, управляющий активами УК «УралСИП». Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. И Алексей Труняев, начальник отдела брокерской операции «Лайв Капитал» про «Бизнес Банк». Добрый вечер, Леша. Добрый вечер. Как настроение? Боевое. Добрый вечер. Перед бурей. Вот она. Буря впереди. Ждет финансовые рынки. Давайте посмотрим, пока она не началась. Что происходит сейчас? В Москве в 17.04 присоединились американцы к российскому фондовому рынку. Ну так звучит как-то приятнее. И я вам хочу сказать еще, наверное, да, еще приятнее. Поддерживают текущую тенденцию. Ну что ж, Dow Jones и S&P 500 основные индикаторы американского фондового индекса снижаются. Правда, не так много. Dow Jones всего лишь на 0,2%. S&P 500 и того меньше на 0,03%. Наши сегодня теряют порядка 0,5%. Текущие котировки. ММВБ 1443, 1443, простите, и РТС 1427. Самая большая понижательная динамику на сегодняшнюю, на текущую минуту, значит, нефтяные котировки. Демонстрирует бренд 112.30. Практически больше процента. Вот некоторое время назад, да, сейчас отскочила, была и ниже 112. На мой взгляд, забавно. Золото, тем не менее, стоит как вкопанное на уровне 1670 долларов за тройскую унцию и корректироваться не хочет. Индикаторы рынка валютного. Евро-доллар чуть выше 25 фигуры. Фунт-доллар выше 58. Ну и набор голубых фишек также сегодня выглядит не совсем голубыми, даже не зелеными, а красенькими. Красенькими. Ну что ж, давайте разбираться, что происходит. Во-первых, да, после сильного пятничного закрытия, я имею в виду индекс S&P 500, показал такую замечательную динамику, с чем это было связано, почему сегодня мы идем вниз. Ну и, наверное, есть смысл сегодня поподробнее поговорить о событиях и текущей, и следующей недели. Потому что действительно, Леша, да, событий очень много, важных событий. Давай об этом начнем. Ну вот, если вернуться к названию нашей передачи, с точки зрения, вернее, к фабуле, с точки зрения фондового рынка, вот с точки зрения фондового рынка порядка в экономике и политике точно нет. Не дают они фондовому рынку какого-то серьезного импульса для того, чтобы или, по крайней мере, российскому, чтобы продолжить повышать этот рынок как следует и обновить максимумы, либо начать действительно какую-то более-менее существенную коррекцию. На прошлой неделе что сделал наш рынок? Он протестировал нижнюю границу коридора 1420, протестировал 1470 и все. И вот такая большая волатильность ничего не показал. Сегодня тоже ничего интересного, потому что Лондон отдыхает. Что нас ожидает? Да, на этой неделе у нас интересные события. Ожидается выступление главы ФРС в конце недели. Уже в начале сентября тоже необходимо сказать заседание ЕЦБ 6 числа, на которое многие возлагают надежды, либо наоборот говорят о том, что оно разочарует. Ну и плюс ситуация вокруг Греции, различные комментарии, заявления госпожи Меркель. Германия всячески сопротивляется запуску плана ЕЦБ по выкупу проблемных бандов. И естественно это все не придает рынку какого-либо позитивного импульса. Сегодня день на самом деле крайне неинтересный. И хоть я и сказал, что настроение у меня боевое, но сегодня ничего интересного не придумаешь. Я думаю, что просто в тех бумагах, где есть хотя бы небольшой интерес, небольшие заказы на покупку, в частности в привилегированных акциях, это и ТНК-БП, это и Сургут-Прев, это и ТАТ-Нефть-Прев. Ну, может быть еще в каких-то бумагах в Лукоиле, в частности. Там покупку мы замечали и на прошлой неделе, продолжается осторожная покупка и на текущей неделе. Как правило, все это дивидендные истории, то есть высокие дивидендные доходности, которые уже сопоставимы с доходностью по надежным облигациям. Вот и все. Поэтому, как вчера разговаривал я на выходных, встречался с своим бывшим коллегой, который работает сейчас в крупном банке, называть не буду, и он мне аналитиком работает. С горечью сказал, да, сейчас, говорит, кроме вот твоих таких дивидендных идей ничего нет. Я говорю, ну это тоже неплохо. Хотя бы какие-то есть. Хотя бы какие-то, я говорю, да, извини, сейчас как бы не до там слияния и поглощения, тем более там каких-то глобальных идей, как реформирование отрасли там в электроэнергетике, где полная неразбериха и, к сожалению, там какой-то существенной игры, особенно для долгосрочных инвесторов, пока просто опасно, мне кажется, затевать. Вот такая ситуация. Успеет ли рынок наш до конца недели, поскольку выступление в конце, 31 числа и, в принципе, конец месяца, успеет ли рынок отыграть, если будет какой-то позитив по индексу? Наверное, не успеет. Наверное, если будет какой-то дан импульс, то будет отыгрываться в начале сентября. Или наоборот, какой-то крайний негатив. Поэтому выход из боковика, по большому счету, видимо, состоится уже в первой декаде сентября или во второй. Ну, то есть вот на этой неделе мы, по сути, готовимся к этому самому выходу? Ну, вот на прошлой неделе я сказал, что был качок вниз 1420, качок вверх 1470. Может быть, 30-го числа попробует тоже там или 29-го еще покачать, но сейчас в начале недели никто не решается, все выжидают на самом деле. Ну, это логично, потому что, действительно, да, вот ты абсолютно верно упомянул выступление Гассанина Бернанки на ежегодном мероприятии, где собираются все сильные мира сего. И забавно, выступление это, ну, запланировано, да, это мероприятие на два дня, 31-е, 1-е сентября. 31-е это пятница, естественно, да, если мы говорим об Америке, то совершенно верно. Все это начнется уже после того, как отечественные площадки закроются, да и большинство других площадок. И основные, наверное, события вообще в субботу произойдут, да. То есть нас ждут опять какие-то дырки неимоверные при открытии в понедельник. В общем, наверное, так. Саш, присоединись, пожалуйста. Что ты ждешь от выступления Бернанки, если говорить вот об ожиданиях, о пробоях? Давай даже вот мне понравилось, да, с технической картиной мы бы смотрим на 14-24. Да, 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 я еще буквально позволю тогда себе добавить, моя точка зрения, совершенно не факт, что Бернанки воодушевит. Факт, не факт, конечно. Вполне может быть, что в сентябре мы увидим даже некую коррекцию. То есть морально себя надо к этому готовить, и я бы на месте спекулянтов не спешил, скажем так, наращивать вот сейчас заранее позиции, например, вверх. Ну, заранее вообще ничего не надо делать. Нет, ну, как бы у нас люди любят играть на опережение, открывать стратегические позиции со спекулятивными плечами. Ну, опять, если уж наши профессиональные банальности вспоминать, покупай на слухах, продавай на фактах. Поэтому, если сейчас лонгов наоткрываешь, а потом оно как вынесет, мама, не горюй. Саш, ты что ты ждешь, ты лично, что ждешь от выступления Бернанки, в чем там интрига-то на самом деле? По моему мнению, самое главное, что надо ждать, это выступление от Драги, да? И сейчас рынок очень сильно заложился на... В общем, он там же будет выступать. Да, 1 сентября выступает как раз таки, а в понедельник, хочу добавить, что рынки США закрыты, следующий понедельник. А что, у них какой-то... Лейбор-дэй у них... Как? Лейбор-дэй. Лейбор, это что, день труда. День труда. Опа-на. Вот, и поэтому рынки будут отыгрывать в полной мере все свои события уже во вторник, это уже почти... Боже мой. 4 сентября, поэтому от Бернанки, на самом деле, рынок очень много заложил в ожидании. Мы видим динамику серебра, золота и всех металлов. Извини, я тебя перебью, я представил себе на секунду, наверное, это не очень корректно, но я поставил себе на место господина Бернанки. Представляете, что вот у него ответственность какая? Это же ужас. Вещина ошибки сейчас очень велика. То есть финансовый мир ждет какого-то там его даже не фразы, даже может не слова, да, какого-то... Он любит вот это, витиеватовствовать, да, там, запятую пропустил где-нибудь или выдохнул не там. И все думают, вау, вот оно началось. В июле мы росли на ожиданиях, что в августе Бен Бернанки запустит программу конечного смягчения. Ну, или как мне скажут об этом, да? Да, как мне скажут об этом. Рынки расстроились, и у нас появились новые ожидания, ожидания по поводу драги. И драги теперь кормят всех ожиданиями. И все рынки уже замерли на ожиданиях, и как бы никаких действий нет, а все ожиданиями сыт не будешь. Поэтому я больше чем уверен, что фиксация прибыли будет по факту, раз, и два, так как это предвыборный год, так как велики инфляционные риски, потому что газолин уже в Штатах находится на своих исторических аях, средняя цена. Поэтому никаком запуске новой программы количества смягчения речи не быть не может. Другими словами, мы, ну, в понедельник, наверное, без американцев, а во вторник они к нам весело приснятся, увидим движение. Куда? Вниз. Вниз. Ну, скажем так, да, если... Цинично, конечно, но лучше бы российскому рынку вот не топцать, не... Топтаться. Да, проторговать вот эти уровни, тупой диапазон 1440-1460, а скорректироваться куда-нибудь на там 1380-1350, сделать как бы такой нырочек, потом легче расти будет. По крайней мере, в том случае, если мы ничего от Бернанки не услышим. Мне понравилось, что ты, предыкт у тебя был, как это не цинично звучит, как это не цинично... Ну, потому что наверняка, я уверен, скажем так, дело даже не в спекулянтах. Я понимаю, что многие люди сидят в лонгах и, к сожалению, засели, потому что коррекция очень серьезная была после первого квартала текущего года. Многие просто не хотят пока выходить из бумаги. Да, уровни хорошие подбирались, естественно, жалко. Пока что можно, да, сохранять базовым сценарием восстановления рынка. Значит, нужно отметить, что, видимо, надежды будут на повторение динамики в России, как в 2010 году. Когда с августа по январь следующего года мы сделали вот эти 20%. Но это будет в том случае, если господин Бернанки, господин Драги и же с ними как-то рынки воодушевят и продадут какой-то импульс. Правда, я не исключаю, что максимальные значения по индексам и у нас, и у них могут быть показаны где-то в конце октября, начало ноября. А декабрь может быть коррективным. Но мы вспомним, что в 2010 году, с августа по декабрь, рынки росли на КУИ и на как раз-таки информационном сообщении, которые пошли от Бернанки, как раз в том же месте, где он сейчас будет выступать, Джексон Холм. Как раз в 2010 год, да, он намекает на первый этап. Да, он 31 августа выступал в Джексон Холм, в том же месте. Да, 11-й он говорит о Твисте, да, новый танец он, значит. И сейчас, как бы, рынки, мне кажется, очень перезвожились. Сильна память рынков. Давайте послушаем новости, потом продолжим. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем разговор на тему ожиданий в финансовых рынках. Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Напоминаю, сегодня в гостях Александр Дорожкин, управляющий активами УК «Уралсиб» и Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций «Лайвкапитал» про «Бизнесбанк». Еще раз добрый вечер, коллеги. Уважаемые слушатели, напоминаю и вам, 6510-99,6, телефон прямого эфира, телефон студии и сайт финам.фм. Задавайте вопросы, делитесь своими мыслями. Если не возражаете, я хотел бы для вас, уважаемые слушатели, предложить следующий вопрос в тему, что называется. Как вы думаете, что скажет господин Бернанке, ну или господин Трише, то есть, другими словами, будет, не будет программы количественного мягчения номер три, ну и в Штатах, и в Европе. Делитесь своими мыслями, ну если можно, аргументируйте. Итак, как, по-моему, богата Кристи, да, что сказала бабуля, что скажет Бернанке. Это вопрос для наших слушателей, напоминаю, телефон 99, простите, код Москвы 495, 6510-99,6, код, телефон прямого эфира. Продолжаем наш разговор, Саш, значит, вспомнил ты, мне очень понравилась, да, аналогия, память рынка, да, как известно, основной постулат технического анализа, да, это то, что рынок, учитывая все, прежде всего вспоминает о том, что было много лет назад. И вот сейчас, с этой точки зрения, напомни, что там было. Ну вот сейчас хотел провести аналогию небольшую. Это в июле все ждали падения в августе, как в прошлом году, этого не случилось. Мы видели, на каких, куда скатилась волатильность рынков, наверное, многие ставили через покупку ВИКС, индекса волатильности США, и мы видим, что он показал в августе исторические лои, то есть рынок ошибся очень сильно. Сейчас рынок закладывается на то, что Бен Бернанке повторит свои слова, которые сказал два года назад Джексон Холли и запустит новую программу количественного смягчения. И опять рынки закладываются на это и ставят очень большие деньги на это. И поэтому мне кажется, что рынок опять может ошибиться легко. То есть то, что мы не видим сейчас падений каких-то, да, вот таких резких, это именно потому, что все в надежде, что господин Бернанке... Дорогие друзья, напоминаю вопрос, что, на ваш взгляд, скажет господин Бернанке в конце этой недели? Телефон 6510-996. Звоните, делитесь своими мыслями. Леш, а если все-таки, ну давай варианты просто, да, варианты какие, значит, намек на количество смягчений ты считаешь не очень реальным? Ну вот последние высказывания господина Бернанке, они по сути были разочаровывающими для рынка, да, и ситуация была какая. Он не объявлял никаких реальных действий, говорил, что да, у нас в кармане есть меры, если что, мы готовы их применить и так далее, и так далее. Рынок сначала пытался американски корректироваться, якобы было такое небольшое разочарование, потом продолжал повышать на тренд. А на том, что, я думаю, логика была такая, что, ну раз и так все неплохо, да, то есть, ну не принял ФРС, но вроде бы статистика неплохая. Вот логика такая была. А сейчас, да, действительно, если народ набрал позиции, а некоторые факторы, они, несмотря на то, что в принципе, да, история может повториться, история повторяется, но некоторые факторы, вот с точки зрения облигационного рынка, как аналитики отмечают, да, они противоречивы. То есть в облигационном рынке сейчас крайне низкая доходность, тогда как перед запуском предыдущей программы ситуация была другая. Ситуация была другая, доходности были достаточно высокими. То есть не все так, не все совпадает. Я, если честно, не закладываюсь под то, что Бернанке как-то сильно рынки выдушевит. Мне вот это последнее, не то, что последнее, а вот за последние 3-4 месяца тягомотно надоело. Я больших спекулятивных позиций не открываю. Если будет какая-то коррекция сентябрьская, буду просто смотреть, пытаться подбирать вот эти дивидендные бумаги, потому что никуда они не денутся. Нефть, я думаю, останется достаточно высокой. Результаты нефтяных компаний будут неплохими, все равно будут выплачены дивиденды. Да, этих историй немного. Да, они, допустим, не способны, может быть, принести доходность там 40 или 50 процентов, как в энергетике. Хоча, если посмотреть динамику, скажем так, привилегированных акций сургут-нефтегаза с осени прошлого года по январь-февраль 2012, да, то там мы увидим и больше. Но будем считать, что это, может быть, некая аномалия и не закладываться на столь высокую доходность. Вот, то есть, каких-то, какой-то манны небесной не ждем, но отдельной идеей в случае коррекции рынка, в случае разгрузки от больших каких-то, возможно, неоправдавшихся маржинальных позиций, и будем спокойно подбирать те бумаги, где четкий и понятный бизнес, и компании показывают неплохую прибыль. Вот с точки зрения других отраслей, если кто-то, ну, как, к сожалению, засел там в энергетике, в металлургии, ну, смотрите, потому что металлургии, вот пока в Китае ничего не получается, не удается побороть понижательный тренд. Я думаю, что китайским чиновникам это надоест, и они предпримут, возможно, какие-то действительно масштабные меры для того, чтобы хотя бы какой-то локальный повышательный тренд там на месяца два-три организовать. Тогда, я думаю, что и наши металлурги будут чувствовать себя лучше, хотя, в принципе, северсталь мне, в общем-то, нравится, как себя ведет, в отличие от других бумаг. Вот. С точки зрения энергетики, да, пока здесь вроде как все беспросветно, но думаю, что если в целом индексы будут восстанавливаться более существенными темпами осенью и до зимнего периода, возможно, здесь увидим какие-то спекулятивные рывки, и, может быть, у кого-то получится даже выйти из тех позиций, либо успеть даже немножко их разбавить и заработать. Поэтому пока что, как сказать, рано посыпать голову пеплом. Есть еще время для того, чтобы реализовать сценарий восстановления фондовых индексов более существенно. Хотя надо сказать, что в Штатах там-то все по плану идет. То есть по Dow Jones, вот то, что мы видели, 13300 с чем-то, это практически верхняя граница повышательного канала. Тестирование вот там 13040, или там, по-моему, даже чуть ниже было на прошлой неделе, это нижняя граница. То есть там четко все. Вот, к сожалению, наш индекс как какой-то более дерганый, и ликвидность плохая, и идей мало. Я думаю, ощущается просто отсутствие больших игроков и отсутствие нерезидентского какого-то флоу хорошего. Как все убежали там в первом квартале, все, никто особо не заходил. Хотя какие-то отдельные покупки, наверное, есть и с их стороны, и на неликвидном рынке это приводит сразу к скачкам цен. Но это не то. То есть и в индексообразующих бумагах не ощущается такой большой покупки. Отсюда и топтание на месте индекса. Я понял, да. Хорошая тема, да. Саш, как ты думаешь, приход большого капитала вообще ожидается у нас ближе к осени? Мне кажется, все в мире движется спекулятивным капиталом. И мы видим, что ни в один из между маркетс во всем мире, ни в Китае, ни в Россию, последние два года тенденция только на выход. Китай сегодня пробил свои последние лоу, которые были. Цели очень низкие, там достаточно стоят по технике. И поэтому притоку большого не ожидается. Все пока идет в развитые рынки. В развивающие рынки два года мы сидим без притоков. От чего не появится, я вообще не могу себе представить. Леша, ты как думаешь, придут деньги-то? Деньги могут прийти. Кстати, вот говорят сейчас об укреплении рубля. Я думаю, что если вот опять же в сентябре будет, ну даже может быть не в начале сентября, все-таки позитивная динамика сентябрь-октябрь, какой-то приток должен обязательно быть к нам. И это будет способствовать укреплению курса рубля. Потому что по идее, конечно, при такой цене на нефть, рубль должен, то есть курс рубля к доллару не должен быть таким, какой он сейчас. Но поскольку у нас все делается в угоду экспортерам, то тут, конечно. Про позитивную динамику сентября я бы поспорил, потому что... Пока не знаем. Исторически, исторически СНП, это единственный месяц в году, в сентябре, когда исторически за всю историю СНП отрицательная доходность. То есть это самый худший месяц для СНП за всю историю. То есть мы вот этот ближайший сентябрь тоже можем увидеть... Ну, поисторически просто среднее значение изменений месяцев сложили, получили, что сентябрь самый худший месяц за всю историю. Ну, как бы он отрицательную доходность единственная имеет. То есть при том, что рынки в течение 50 лет последних росли больше времени. Именно в осенью? Не, вообще. Ну, за все время росли, но сентябрь всегда был корректирующим месяцем для СНП. Поэтому я бы позитивно не ставил... Ну да, все логично, собственно. Со всех сторон. Куда ни посмотри, везде логично. Мы будем... И мы ожидаем этого самого... Коррекции, да, мы ожидаем движения вниз. Такое у меня предложение. Давайте посмотрим в Европу теперь. Потому что, ну, если говорить опять о конце этой недели, и господин Трише будет выступать, да, на известном событии. И потом заседание ЕЦБ 6 сентября, а потом у нас середина сентября. Драги не Трише. А, сори, конечно, боже мой. Ну, Трише тоже может выступать. Пусть выступает. Я прошу прощения, конечно. Чем больше видных экономистов выступит, тем лучше. Это, Саша, ты начал исторические экскурсы, и я, видишь, даже забыл о том, что у Европейского банка новый руководитель. Так вот, господин Драги, да, выступает у нас. И в конце недели, потом на заседании ЕЦБ. И мне любопытно ваше мнение по поводу середины сентября, когда Германский экституционный суд будет ратифицировать, да, известные соглашения по ЕСМ. Как ты, что по этому поводу? Ну, вот если честно, я считаю, что в итоге, конечно, будут приняты меры по выкупу облигаций, да, но дотянут до последнего, дотянут до последнего. Германия будет до последнего сопротивляться, и, возможно, да, будет, даже будет какая-то игра на понижение. А потом, как бы, все успокоятся, да, все примут, и будет какой-то отскок. Ну, смотри, до последнего, до последнего для какого? Вот, в частности, суд конституционный. Ну, вот по времени надо смотреть, какой там дедлайн по всем этим событиям. Просто мы летом уже видели все вот это, и летом видели уже, и весной после вот обвала, когда начался второй квартал, там тоже эти фокусы, то есть до последнего сидят, рядят и так далее. Они же гордятся тем, что у них быстро ничего не происходит в Европе. Все как бы так неспешно, но посмотрим. Может быть, когда жареный петух начнет клевать? Нет, ну, на самом деле, да, если говорить о том, что, так сказать, все так на тормозах спускается, причина в том, что никаких событий нет. Так и будет продолжаться, да, и все будет в последний момент решаться. Они еще подождут, наверное, что Бернанке скажут, они будут сейчас друг друга все ждать. Ну, это нормально, конечно, кто первый лопухнется, да, такой вопрос. А, Саш, что ты думаешь по поводу того, потребуется ли Испании помощь? Ну, Грецию, видимо, уже все рукой махнули. Потребуется Испании помощь и в каком временном промежутке? Ну, Испании, несомненно, помощь потребуется. Вот, как бы это следующий кандидат после Греции на помощь. На проблемы, да, и вот сейчас будет решаться как раз вопрос о предоставлении помощи 100 миллиардов, да, уже. Сейчас они будут предоставлены в скором времени. Вот, доходности мы видим снизились, особенно снизились, видим доходности, конец длинной, короткой кривой, да. То есть, все идут спекуляться на то, что ИЦБ запустит программу выкупа коротких облигаций, сделать таргетированную ставку. Вот, но по моему мнению, что, по слухам даже, что вот в Джексон Холле Драги не будет делать таких заявлений, потому что это некрасиво на чужой конференции выступать своими заявлениями. Без консультации уже с остальными банкирами. Поэтому это заявление будут ждать, наверное, до середины сентября, да, когда у них там будет заседание ИЦБ. Или 6-го, да? 6-го. Да, вот 6-го. До 6-го числа он отложит это. То есть, после выходных вряд ли что-то случится, сильно произойдет. Вот, то есть, никаких позитивов мы не увидим, а вот после 6-го сентября уже будем смотреть. Я понял. Ну, а вообще, если так сравнивать, ну, наверное, в этом есть логика. По сути, мы рассуждаем о том, кто первый начнет, да? Да. Первый запустит. Выход? Я думаю, что Европы первой не будет. И более того, мне кажется, что штаты же весь год нам что показывают? Штаты нам весь год показывают, что самые хорошие активы, в том и рисковые, и безрисковые, это в Америке. Самые хорошие акции, самые хорошие облигации, векселя и так далее, и так далее у нас. Все деньги к нам. Да, приходите к нам. Да, я думаю, что штаты инициативу у Европы опять, ну, перехватят. И если что-то и будет сделано, то сначала в Штатах, в Европе опять будут, так сказать, ждать, сидеть, пока не загорится. В Европе мы можем вообще до, вплоть до конца сентября ничего не увидеть. Леш, спасибо. Давай послушаем новости, потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.фм, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем обсуждать, продолжаем обсуждать прогнозы, продолжаем обсуждать события предстоящие, предстоящие недели, следующие недели. Собственно, событий достаточно много. В гостях у меня сегодня Александр Дорожкин, управляющий активами УК «Уралсип», и Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций «Лайф Капитал Про Бизнес Банк». Ну что ж, три вектора мы с вами в очередной раз обнаружили. Соединенные Штаты Америки, поговорили мы, так сказать, об ожиданиях. Дальше у нас идет Европа. Ну и вектор номер три, Саш, я тебя попрошу поподробнее, это Китай. Что мы там видеть можем сейчас? Китай променем. Хорошего, хорошего хотелось бы. Хорошего? Сейчас рынки живут тремя ожиданиями. Это ожидание изинга из Америки, ожидание изинга из Европы и ожидание изинга из Китая. Изинг что такое? Изинг – количество смягчений, то есть печатная остановка, включение печатного станка очередного. Коммунтиз все рынки показывают о том, что изинг вот-вот уже или уже будет запущен, или уже запустился. Но китайский фондовый рынок, который пробивает свои лаи, даже как-то и не верит в этот изинг или какое-то еще смягчение, которое может произойти. Плюс мы видим, насколько выросли продуктовая инфляция, которая, наверное, скоро скажется на Китае. Плюс мы видим, как растут котировки нефти, то же самое. Тоже может касаться сильно самой инфляции, которую могут приостановить сам изинг в Китае. Но если это запустится и вдруг будет запущено, то это будет очень большой драйвер как для китайского рынка, как и для всех рынков остальных. Тем не менее, вероятность я не исключаю того, что может быть продолжен изинг. Вероятность есть она. Всегда есть вероятность пойти в ту сторону и в эту сторону. Да, это понятно. Сравнить вот эти вероятности, одна из трех, какая наиболее вероятна? Моя наиболее вероятность, что изинга запущено не будет. Может быть в Китае какое-то послабление получит. Уже люди получили то, что могут покупать опять в кредит дома, недвижимость, то есть новость была на прошлой неделе. А из Штатов у меня вероятность того, что запущено очень маленькое. Процент в 15-20 хоть ставят все на это сейчас. Но рынок постоянно ошибался. Это дает право мне остановить то, что не думать как толпа. Нормально, да. Это благородно. То есть другими словами, ты по Китаю смотришь вниз, по Штатам смотришь вниз. Да. Да, остается Европа. Ну, Европа это очень интересно. И как бы я вообще не верю в развал еврозоны. И по моему лично сугубо мнению, что Греция и всем остальным еще доплатят, чтобы они остались в еврозоне. Тем же Испании. Вернись, я все прощу это, да, как в той песне. Да, и поэтому первой страной будут выходить именно сильные страны из еврозоны. Это Германия и Финляндия. И по Финляндии уже слухи мы видим. Вот, кстати, да, да, сегодня так активно, да, главный, как там, я где-то видел, главный противник евро это Финляндия. А что в Финляндии-то вдруг? Что там у них? У них все хорошо. Самая большая проблема это Nokia. Ну, Nokia уже упала там. Которая составляет 20%, если не ошибаюсь, от бюджетных поступлений. Вот такая цифра, я говорю. Не хочу соврать, конечно. Так что в Финляндии свои проблемы. То есть, посмотри динамику акции Nokia, там страшный даунтренд, да, там падение порядка 80%. Ну, то есть, вот в этом смысле они говорят, во всем виноват евро, да, если бы не евро, то у нас Nokia была бы на плаву. Так что ли? Ну, сложно сказать, кто виноват. На самом деле, вот в Штатах реально идет аптренд, да, поэтому правильно Александр говорит, что, наверное, в Штатах-то вероятность, она небольшая на самом деле. Хотя многие на это закладываются. А вот в Китае, где ничего не получается, могут, так сказать, взбракнуть, то есть, это третий кит, Америка, на который мы надеемся, в Европе решение, и Китая. То есть, три ядра, как бы, это три кита, где смягчение на себе будут поддерживать. Но китайский кит, он как бы отстает. Ну, то они смотрят, как бы, а что Америка, а что Европа. Но, мне кажется, они, может, надоест смотреть. И они вот уже неоднократно, кстати, вот, именно новости из Китая, они способствовали таким спекулятивным дерганям на рынке. Потому что, зачастую, объявления вот этих смягчений, да, там, снижение норм резервирования для банков, они были неожиданными. Реально были неожиданными. Причем, я помню, в июле, в июне, она не вовремя просто какая-то новость, по-моему, по поводу депозитной ставки. Ну, а факт тот, что под них как-то заранее люди не играют, не играют, позиции не открывают. Они неожиданно действительно способны на рынке какую-то волатильность вызвать. Ну, это краткосрочная волатильность будет, хотел бы, словами Эйнштейна сказать, что это безумие повторять одно и то же снова и снова, и при этом пытаться получить другой результат. Вот, то есть... Ну, до конца года, на самом деле, до конца года, по большому счету, осталось пять месяцев, да, и поэтому я, например, вижу себе так, что так или иначе, Штаты, Европа, Китай, фондовые индексы вытащут за уши все-таки выше, чем они есть сейчас, да, вытащут. Но в следующем году, может быть, уже такая серьезная коррекция. То есть они вытащут, а в следующем году опять вот эта цикличность проблемы, она всплывет. Она всплывет. Ну, и потом, если говорить о Штатах, опять, да, вспомним. Да, посмотрим, посмотрим, кого выберут. Там сейчас практически 50 на 50, и все занимаются тем, что пинают друг друга и говорят, что вот это он виноват. Да, республиканцы, и, кстати, по поводу фигуры-фигуры председателя ФРС, как бы каждый пытается, опять же, эту фишку разыграть и говорить о том, что нужно его, так сказать, переизбирать или не нужно. Ну, Барак Обама, насколько я понимаю, за Бернанке, а Ромни... А я слышал, что, а я последнее время слышал, что Ромни как бы за, поэтому видите, они что делают? Они как бы в зависимости от того, что будет сказано, они... Вот, по последним новостям, Ромни как раз против количества печенья номер 3 и против Бернанке, он не хочет видеть его на посту. То есть, это было вот в пятницу, по-моему, выходила новость, и, по моему мнению, Ромни это утопия для Америки, потому что... Нет, там еще забавная история была, Ромни, по поводу... Да, они вот хотят ввести золотой стандарт, да, но это же сразу же поднимет золото там, нет, это вообще в 10-15 раз, потому что если посмотреть... 20 тысяч долларов за унцу, мне же не задавали вопрос. Он также сказал, что сразу начнет войну с Ираном, то есть, что, так сказать, вызывает сомнения в его психическом... Ну, конечно, он говорит, парень-то, неадекватный. Просто вот про золотой стандарт, да, если посмотреть весь мировой ВВП, который был создан за всю, ну, сейчас текущий, да, это 70 триллионов долларов. А золото... Да нет, естественно. Всего добыто 160 тысяч чунцев, это 7 триллионов долларов. Да, бумагу-то все, что-то не переоценено, как бы, ну, как бы, что-то недооценено, может быть, в мире, там... Кстати, вот, по поводу золота, буквально пару слов. Золоту сейчас удалось преодолеть определенный такой даунтренд среднесрочный, когда выскочил выше, чем 1650. Я думаю, что если запихнут ниже, чем 1630, вдруг, если запихнут, то, значит, опять медведи, как бы, будут править бал. В противном случае сейчас делается заявка, как бы, на поход наверх туда, в сторону 1700. Но я это объясняю только наличием большой ликвидности. То есть, вот я не вижу других каких-то причин. Тут же там спасительный актив, как бы, нет, просто очень много денег, которые не стоят ничего. Ну, да, их хоть куда-то переложить, ну, и традиционно, да, что такое золото. По золоту, по моему мнению, что цель 1700, да, если это пробьется цель, ну, по технике, по всему, то мы увидим новые верхи. Если она не пробьется, то продолжится коррекция в золоте и на всех рынках, и цель где-то 1400. Ну, смотри, 1700, это вот среднесрочное, да, и ближайшее, следующее сопротивление, правильно? Сейчас 1670, вот оно стоит уже, там, несколько дней. Ну, вот они могут сейчас, если начнется, видимо, будет какой-то позитив до конца года, в ближайшие пару месяцев. Я думаю, что, поскольку в ликвидности напечатали море, то золото просто тоже подрастет и покажет. Вот в этом году покажет. Что логично, на самом деле, да, что логично. И доллар, вроде бы, да, если, это самое, количество смягчений, если объявят, и доллар будет падать, ну, и опять, куда деньги-то? И евро вырастет, соответственно. Так, у нас появился Денис. Денис, добрый день. На самом деле, я вспоминал буквально тебя сегодня, куда-то ты пропал. Денис предпочитает не звонить, а задавать вопросы на сайте, вот, в частности, читаю его вопрос. Читал сегодня о том, говорит Денис, что до конца года резко вырастет мировая добыча нефти. Насколько это правда? Ну, мы говорим не о правде, давай, насколько это вероятно. До конца года вырастет мировая добыча нефти. Я, честно говоря, не слышал об этом. Ну, неважно. Пик добычи произошел по добыче нефти в 2005 году, вообще мировой. И дальше идет только снижение. Вырасти добыча, как мне кажется, может только если вот там слухи про сланцевую нефть, да, вот, входит, да. Что если начнутся добыча сланцевой нефти, вот мы видим, как ведет себя в Штатах газ, какую революцию произвели Соединенные Штаты, что у них газ там стоит в четыре раза дешевле, чем в Европе, да. Но это за счет сланца. Да, это за счет сланца как раз-таки, да. Ну, просто при добыче сланца, сланцевого газа, там самые доходные, это попутная нефть сланцевая составляет. А газ они, который добывают при этом, его можно вообще бесплатно раздавать, поэтому цена газа там может быть любой, даже ниже двух долларов, очень долгое время. Это вот мы видим в Штатах, да. В Европе пока это еще запускается, но у них вот эта революция прошла время какое-то, чтобы построить завод. Ну, конечно, да, это не вчера было, естественно, в Штатах. Вот по нефти, может быть, такие спекуляции и слухи, но пик добычи был в пятом году и дальше идет только снижение. Я думаю, что по нефти главное не все-таки не добыча, но плясать будем от потребления. И спекулятивные движения, да, как бы после каждой статистики, плохой или хороший в США и Европе, экономика замедляется или не замедляется, плюс спекулятивная составляющая из-за военных событий, которая не исчезает. Вот эти два фактора. Геополитический фактор тоже, да? Да, я каждый раз вот еще раз повторюсь, значит, есть такой прогноз, что после 2016 года вот текущий ежедневный аутпут по нефти не удастся поддерживать никакими способами. Просто не хватит средств, это объективно, то есть добыча будет снижаться. Не знаю, что в оставшиеся четыре года будет происходить, но после 2016 года однозначно прогнозируют ученые, даже не экономисты, а ученые, что аутпут будет объективно снижаться. И что будет с ценами на нефть? Ну, я думаю, что посмотрим. Есть мнение о том, что успеет какой-то альтернативный источник найти. До 2016 года? Будем, будем на это надеяться. Будем на это надеяться. Пока вот не удается обойтись. По спекулятивным позициям, допустим, сейчас на WTI были опубликованы на вторник позиции, так они максимальные, там, массовый лонг, то есть спекулятивные чисто позиции, которые публикуют Commitments of Traders в Штатах. На WTI они максимальные, там, ну, практически, ну, не за всю историю, там были пики, но это пики буквально по нефти были все, да. То есть, если брать из нефти спекулятивную составляющую, мне кажется, она в два раза может дешевле стоить легко. Мне кажется так, что если военного конфликта не будет, да, по какой-либо причине удастся договориться Ирану, там, с Америкой и так далее, и так далее, то тут скорее будет снижение цены на нефть, да, будет коррекция вот эта спекулятивная. И тогда страны ОПЕК, наоборот, могут сократить добычу. Удержать, да, вряд ли нужно будет увеличивать. А если развяжут, конечно, не дай бог, конфликт, и если будут перекрыты какие-то каналы поставки, да, тогда, наверное, придется экстренно увеличивать. Я не вижу других вот причин, почему до конца года нужно увеличивать добычу. Кстати, говоря о нефти, опять же я вспомнил заявление кандидата в президенты, он говорил про то, что распечатает стратегистику. Ну, да, да. Это из той же оперы, да? Америка, на самом деле, насколько я понимаю, очень гордилась тем, что их собственные запасы запечатаны, да, что они не разрабатываются в месторождении. Вот поэтому я думаю, что это заявления такие, они все-таки больше утопические. Но они пришли к своей цели, они не импортируют нефть вообще практически, то есть там импорт упал совсем. Так, хорошо, значит, и говоря о геополитике, все-таки давайте еще два слова скажем. Близость президентских выборов, как на решение этого конфликта повлияет? Ну, по срокам, по крайней мере. Я думаю, она решение по конфликту, то есть близо президентских выборов никто не будет себя ставить под удар, ни Ромни, ни Обама, текущий президент. То есть как минимум до ноября месяца, да, то есть эта тема будет, если не закрыта, то, по крайней мере, до вторых ролях. Ну, сложно сказать, потому что все это время якобы Обама слегка опережала Ромни, да, там плюс 5-7 процентов. Сейчас они сравнялись. Вдруг, так сказать, кому-то из политиков придет в голову разыграть эту карту. Там же, скорее всего, как может пойти, по какому сценарию. То есть понятно, что если кто-то и начнет войну, то это будет Израиль. И США тут же его поддержат. Да, у них такая отыгранная схема, обкатанная. Тем более, Израиль ближе там. Да, поэтому я не могу этого исключать. Это, к сожалению, трудно прогнозируемо. Вот из того, что Александр сказал, пока вот спекулятивные позиции по нефти находятся на максимальных значениях, народ опасается. Вот все, что можно констатировать, что народ реально опасается. То есть какая-то премия вот именно геополитическая. Что температур градус, градус высокий. И премия, соответственно, спекулятивная в нефти, она достаточно большая, военная вот такая, как бы, пресловутая. Ну, если цены на нефть сильно поднимутся, то это мировая экономика только от этого хуже будет. Ладно, хорошо. Все это очень интересно. Давайте мы послушаем новости и потом продолжим. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Собственно, программа «Сухой остаток» близится к финалу. Последний у нас выход. Напоминаю, мы сегодня говорим о ближайших событиях и тенденциях, которые наблюдаются, ну, если они наблюдаются, по крайней мере, на финансовых рынках. В гостях знатоки этого дела, безусловно, Александр Дорожкин, управляющий активами УК «Уралсип» и Алексей Труняев, начальник отдела брокерской операции «Лайв Капитал Про Бизнес Банк». Закончили мы на геополитической теме. Ну, собственно, долго об этом можно рассуждать, да, ожидания такие, что все же наверняка, ну, если реально смотреть на вещи, до выборов Соединенных Штатов Америки вряд ли можно ожидать каких-то активных там событий. И напомню, что в призме нашего внимания в рамках программы «Сухой остаток» обязательно должен быть и рынок валютный. С этой точки зрения, во-первых, уважаемые коллеги, я бы хотел ближайшие перспективы по евро-доллару услышать от вас, если есть такие мысли. Ну, опять мы, так сказать, озвучивали сегодня возможные сценарии, да, кто первый печатный станок включит, да, тот и чемпион. Где ты ждешь, Леш, евро-доллар-то хотя бы? Ну, евро-доллар просто, мне кажется, сейчас такое идет восходящее движение. Канал примерно 1.23 на 1.27 где-то. И сейчас мы примерно посредине находимся, да, то есть где-то на... Ну, 1.25 вот текущая терапия. И на мой взгляд, где-то вот 1.27 такая узловая точка, потому что, если не ошибаюсь, там более долгосрочный понижательный тренд проходит. Будет борьба за этот уровень при подходе, как, так сказать, все прекрасно знают, как с уровнями бывает. Если удастся преодолеть, значит, тогда все там на 1.3. То есть пока там умеренно-позитивная, скажем так, картина. Пока быки перехватили инициативу, и вот сколько уже там, по-моему, несколько недель, видим вот это движение восходящее. Закрытие коротких позиций, то есть вынесло там... Ну, восходящее движение, наверное, все-таки... Ну, умеренно, умеренно. Да, на прошлой неделе вот особенно, а так в диапазоне там в каком-то болтались. Саш, что у тебя по этому поводу? Ну, чистые спекулятивные позиции по доллару, евро, который публикует, опять же, тоже агентство, они сократились практически наполовину шортов. То есть короткие позиции в евро-долларе сократились? Да, уже сократились, но движение это вызвало всего лишь с 1.22 на 1.25, поэтому мне кажется, что... Даже меньше, там, 23 до этого было. В Европе для своего поддержания и спасения себя придется гораздо больше напечатать. Если посмотреть отношения балансов ЕЦБ и Федрезерва, то там цели по евро где-то один к одному. Ну, 1.1, то есть 1.10 где-то вот так евро-доллар. Это долгосрочный, если смотреть, да. Но если будет печатный станок работать с обоих сторон, то, наверное, какое-то движение здесь останется. Ну, то есть баланс какой-то, да, вот текущий? Поэтому пока, да, там сопротивление 1.27, потом 1.30 где-то там. Но если коррекция закончилась к нисходящему движению, которое было первой волной импульсом таким сильным, то мы можем дальше пойти вниз и обновлять лои, потому что там поддержка очень слабенькая. Это вот там провести за последние 3-4 года по лоям получится вот именно такая поддержка, от которой сейчас отскакивает. Но сила отскока с сокращением на 50% спекулятивных шартов, ну, по-моему, мнению это очень маленькое. То есть маленькое движение, неубедительное. Ну, получается, что для подтверждения бычьего рынка где-то через 1.5-2 месяца надо будет 1.27 брать снизу вверх. Иначе может быть что-то. Причем опять важно, да, что сейчас мы движение вверх увидели не в результате там, да, открытия длинных позиций. Ну, пока да, пока да. Я понял. Хорошо. И, собственно, что интересно, конечно же, курс рубля к доллару. Последние, ну, давай, полторы-две недели мы видим достаточно узкий диапазон, да, 31,50-32. Несмотря на то, что, ну, а может быть даже и в результате того, да, что и индексы отечественные, да, движутся в таких диапазон достаточно. Ну, и нефть все же, наверное, ей тоже там повышательный, но какой-то диапазон можно нарисовать. Какие у вас прогнозы до конца года по рублю, Леш? Ну, по идее, по идее, конечно, если предположить, что цены на нефть были бы равновесными, но, к сожалению, вот мы говорили о том, что там спекулятивные премии заложены, которые, как всегда, составляют там, я думаю, не меньше там трех, а может пяти долларов. Курс доллара вполне мог быть в районе там 29, например, или 28. Вот ты говорил о том, да, что есть тенденция укрепления. Да, да, тенденция укрепления рубля. Я думаю, что если все-таки будет восстановление фондовых индексов, в нефти может быть небольшая какая-то коррекция или боковое движение, то можем увидеть все-таки укрепление рубля. Если же, не дай бог, не дай бог, будет в нефти какая-то серьезная коррекция, скорее всего, скорее всего, что доллар будет отпущен, и мы можем опять увидеть либо 33, либо 34. Ну, то есть то, что в мае видели. Да. А серьезные коррекции в нефти, что ты называешь? Ну, серьезная коррекция, если будет вместо там 114-115 долларов, бренд куда-нибудь на 95 съедет. Вот я думаю, у нас тут же сделают соответствующий, так сказать, экспортерам реверанс. Соответственно, не будет, может быть, по какой-то причине не будет притока нерезидентских денег, да, то есть продавать доллар будет не нужно. Я думаю, что, кстати, у нас по доллару, вот сейчас российские игроки многие тоже на всякий случай длинные позиции заняли. А-а, ну это логично. Да, да, да. И, соответственно, как бы, если... В общем, извини, я вот так подумал, что ожидание ослабления рубля гораздо больше, чем ожидание, гораздо выше, чем ожидание. Не верит, не верит никто. То есть, несмотря на то, что при таких ценах на нефть, по идее, рубль должен укрепляться, но... Ну, и как бы ему стабильнее. Да, рынок, рынок пока в это не верит. Рынок в это не верит. Я понял. Интересно, Саша, что ты думаешь про рублю? Ну, если посмотреть краткосрочно взгляд, то очень сильно ходит вместе с австралийским долларом рубль. Коррелируется, да? Да, коррелирует очень сильно. И, как бы, австралийский доллар практически подтвердил свой разворот. То есть, ты сейчас смотришь вниз по нему. Да, и рубль может легко пойти за ним. Ну, если опять не случится каких-то неожиданных событий, запуск на станка, то есть, опять покупка риска, который вот... Рубль — это абсолютно рискованная валюта, да, и Merge Markets, и мы смотрим на Австралию, которая уже практически развернулась от своего пика и идет уверенно вниз. Это самая трендовая валюта, австралийский доллар. Кстати, если говорить об австралийском долларе, ты где его видишь-то внизу? Ну, ближайшее время, по крайней мере. Единицы. Один к одному, да. Ну, по скоротерасованию, да. Серьезно. Вот, и, как бы, рубль, да, так же последует за ним. Ну, пока там по технической картинке складывается такая, что либо вот мы развернулись на 31.50, либо мы еще сходим в коррекцию на 30.85. Там есть такая по Фибоначчи, там коррекция, хороший уровень. Если оттуда, возможно, увидим ослабление дальнейшего рубля. Либо оно уже началось. Ну, понятно, не будем гадать, либо не либо. В общем, в любом случае, уважаемые слушатели, собственно, время потихонечку движется на нет. В любом случае, мы, давайте, начинать подводить итоги, что же у нас в сухом остатке. Итак, мы говорили сегодня о основных событиях предстоящих дней. И события эти следующие, я напомню. Конец этой недели ознаменован тем, что в Джексон Холле происходит ежегодное заседание глав мировых центральных банков. Там мы ждем выступления господина Бернанки, господина Драги и главы Международного валютного фонда госпожи, как ее фамилия, я забыл. Калистина Лагард, госпожи Лагард. Собственно, со спекулятивной точки зрения мы ждем каких-то сигналов от этих вышеназванных господ, чтобы они дали направление на ближайшее время рынкам. Далее в начале и в середине сентября это заседание ЕЦБ, это ратификация немецким конституционным судом ЕСФ, все, что с ним связано. Ну и ближайшее, наверное, все до сентября. Ну и может быть какие-то конкретные меры, первая какая-то покупка ЕЦБ бумаг, если будет принято такое решение, и возможно по Греции какая-то ясность. То есть в конце сентября... Кстати, Греция закрывает размещение, в смысле закрывает облигации? Там должен быть отчет инспекторов, и будет, соответственно, принято решение о том, как Греция справляется с тем графиком своих обязательств по сокращению расходов или не справляется. Мы говорили на прошлой неделе, да, премьер-министр приезжал, там, попросил отсрочить, а тетя Меркель сказала, давай до конца сентября, да, мне принесут отчет, я посмотрю, что с тобой идет. Я вот пару слов буквально еще сказал по поводу сухого остатка. Значит, в сухом остатке мы не исключаем в сентябре возможной коррекции, по крайней мере на российском рынке, да. Может быть даже какие-то будут локальные обвальчики, но пока все-таки... Звучит так хорошо, как локальные обвальчики. Как у нас всегда бывает, за один день, за один день там корректировал. Да, обвалился, потом вернулся. Да, но все-таки, все-таки пока надеемся на то, что в итоге, в итоге, значит, к октябрю-ноябрю индексы вытащат повыше, за уши, какими-либо мерами, я не знаю, там, хоть припарками какими-то. Ты имеешь в виду выше даже нынешних уровней, да? Ну, по крайней мере, по России пока надеюсь, что выше. Поэтому пока все-таки рекомендую инвесторам, тем, кто вот начинает, там, те, кто собирает дивидендные бумаги, да, где более-менее, все-таки пока придерживаться своего торгового плана предварительно. А спекулянтов предостерег, вот, открытие очень больших позиций, как бы, на опережение, без сигналов. Ну, на опережение это всегда дело не было. Хотелось бы добавить, что в своем остатке у нас конец пары отпусков, это самое главное, наверное. Ну, это ты связываешь с приходом ликвидности на рынок. Рост волатильности. Да, рост волатильности и сентябрь такой месяц очень важный, как для Америки. Я уже сказал о том, что это единственный месяц за всю историю, когда рынок снижался, да. Плюс для инвесторов, которые инвестируют на длительный срок, я бы ничего не делал сейчас по российскому рынку акций, да. Американский, наверное, пытался чуть подфиксировать прибыль, которая есть. Вот, если вы инвестируете... Подожди, вот, для долгосрочников ты бы ничего не делал, потому что ожидаешь... Ну, потому что если вкладывать 5-10 лет в рынок, да, что... Лучше подождать хороших... Сейчас хорошие цены по всем мультипликаторам, металл, энергетика, там, можно вкладывать на 5-10 лет легко, но если вкладывать в спекулятивных целях, то мы можем увидеть коррекцию и на 30%, и на 50% по энергетическим таким спекулятивным бумагам, очень тот же Мечелл, не знаю, что с ним будет. То есть в сухом остатке перед сентябрем у нас получается то, что мировая экономика за время кризиса, да, она не очистилась от проблемных вещей. А, кстати, да, как известно, когда... Кризис, сидим в кустах и боимся. Вот, так что очищение не произошло как такового, да, и произойдет, ну, когда, никто не знает. Ну, я просто к тому, что, да, я уж не уверен, буквально ли это, но кризис это как раз что-то типа очищения, да? Ну, просто фишка... Или возможность, да? Дело в том, что мы вот как управляющие, как трейдеры, да, у нас мы можем смотреть на год вперед, на три и так далее. То есть есть у нас какой-то свой инструментарий, но, к сожалению, сейчас такая ситуация, что многие большие долгосрочные циклы, вот экономические, да, то есть сейчас системный кризис, и даже, может быть, нашего этого инструментария недостаточно для каких-то четких прогнозов. Поэтому я, наверное, хочу извиниться перед радиослушателем, может быть, кто-то ожидал от нас однозначного, однозначных каких-то рекомендаций, но, ей-богу, не хотим просто. Сами не, я, например, сам больших позиций не держу и не буду никому советовать. Ну, то есть сейчас не то время просто, да? Да, сейчас не то время. Зачем как бы, и потом стараюсь обычно делать так, что не советую то, чего бы сам не сделал. Лучше до ноября воздержаться от рынка вообще. До ноября. До октября, наверное, ноября, вот так я бы советую. Ну, посмотрим. Там время покажет, как сентябрь пройдет. Да, хотелось бы, конечно. С одной стороны, вроде бы, да, и хотелось, чтобы побыстрее он уже этот сентябрь прошел. С другой стороны, конечно, время торопить, дело неблагодарное. Так, еще буквально два слова, Леша, Саша. Давайте вот берем конкретную текущую ситуацию и что-нибудь хотя бы, во что-нибудь войти, если можно. Ну, я думаю, что если... Одно-два названия буквально. В принципе, по-прежнему будут интересны Сургут-Прев, Татнефт-Прев, Лукоил, Лукоил и просто в случае вот сентябрьских каких-то... Ну, то есть дивидендные истории, да? Да, да. Не факт, что по рынку можно посмотреть при каких-то закодах вниз. Саша, давай ты. Я бы входил в сильные бумаги, которые ведут себя сильно. Это Сбербанк, Газпром, Лукоил, а который слабок, типа Роснефти, избегал бы. Что логично. Спасибо огромное, мои уважаемые гости. Спасибо вам, слушатели, за внимание. Успехов на рынке и всего хорошего.